Здравствуйте, дорогие друзья! Это рубрика техразборов, в которой я отвечаю на ваши вопросы касательно техники, работы канала и прочее, которые вы оставляете к соответствующему посту в наших социальных сетях, а также в YouTube-сообществе. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Любую цивилизацию, любую компанию всегда будет ждать крах, падение, смерть и руины. Это напрямую предвлекает яблочникам и их компании. Логично ведь утверждать, что технологии яблокомпании задерживаются. Ну, наверное, вы имели в виду, отстают. На самом деле, я пользуюсь яблочной техникой с 2008 года. Это, получается, около 13 лет. Первым моим устройством был iPod Touch 4-го поколения. Покупал его для того, чтобы бегать и одновременно слушать музыку. Потому что смартфоны тогда были довольно-таки большими. Хотя сейчас они стали, наверное, еще больше. И вот впервые, когда я уже купил свой первый iPhone в 2011 году, iPhone 3GS, тогда вот только-только вышла четверка, я уже слышал то, что компании Apple осталось недолго. Ведь в iPhone 3GS не было всего того, что имеется в современной операционной системе от компании Apple, начиная с iOS 9, уже можно считать, более-менее вменяемой операционной. Там не было Bluetooth, там был синий экран, там было очень маленькое время автономной работы, и вообще ограничений было просто уйма. Ну, слава богу, еще jailbreak был, и он хоть как-то спасал всю эту ситуацию. Правда, поначалу во всем этом разобраться было довольно-таки тяжело. Форумы приходилось штудировать изрядно. На iPhone 3GS я пришел с HTC Touch Cruise на Windows Mobile. Так вот, творение Apple казалось в то время кардинально другим продуктом в непривычном понимании. То есть, Windows Mobile, это была такая полудесктопная операционка в теле мобильного телефона, в то время как iPhone был дико ограничен и предлагал лишь небольшое количество функций. И уже в то время все предрекали смерть этой трубки. Особенно на постсоветском пространстве, где огромное количество сервисов Apple попросту не работало. Да и сейчас, в принципе, происходит то же самое. Ну, конечно, уже не огромное количество, но часть сервисов мы все равно не дополучаем. Хотя платим за них. Да, выходит с красивыми дизайнами, но на частоту. 60 Гц вместо 120 у конкурентов. Если это касается iPhone, то в этом случае я абсолютно согласен. Не хватает 120 Гц в iPhone. Но, опять же, это не киллер фиша, ради которой бегут и покупают ту или иную трубку. Или отказываются от приобретения той или иной трубки. Ведь плавность работы iOS, она частично, ну, немножко компенсирует все это дело. Но так да, неплохо было бы добавить. Что касается Mac'ов, то там эти 120 Гц, они попросту не нужны. Потому что Apple всегда делегирует задачи на разные устройства, чтобы человек приобретал экосистему. Нет разделения экрана в iPhone, потому что он есть в iPad. Или, например, нет дактилоскопического датчика в iPhone в эпоху COVID. Нужно просто купить Apple Watch. То же самое касается и Mac. Это не игровое устройство. Это устройство для тех, кто создает контент. Тот, кто не играет. Для игр есть консоли. Я думаю, что Apple, ну, рано или поздно придет к этому рынку. Сейчас уже есть определенные слухи о том, что Apple работает в этом направлении. Правда, судя по последней Apple TV, ну, годик еще точно придется подождать. Но Apple Arcade развивается, хотя платформа по части гейминга, если брать в общих чертах, то она, конечно, очень сильно не дотягивает до консолей. Так что 60-герцового экрана на Mac, во, выше крыши. Те самые 120 Гц там точно не нужны. Худшая камера по факту вместо возможности увеличения зума в разы. Того, что худшая камера по факту, это очень спорный вопрос. И если посмотреть сравнительные тесты смартфонов на нашем канале, а там я прям занимаюсь периодически пиксель-хантингом, это доказывает обратное. То есть это заявление очень голословно. А что касается зума, в айфоне нет 40-кратного зума, как в Huawei P-серии или 100-кратного зума, как в Самсунге. Но я лично пользовался таким зумом лишь пару раз для того, чтобы снять обзор. А 2,5-кратным зумом в айфон 12 Pro Max, либо 2-кратным оптическим зумом в предыдущих моделях айфон, я практически не пользуюсь, потому что они сильно проигрывают обычной широкоугольной линзе. То же самое касается и других смартфонов. Но опять же, это такая довольно-таки нишевая тема. И тут уже, я думаю, Apple смотрит на масс-маркет. Нужны ли людям такие зумы? Геометки, которые пришли с опоздания в несколько лет. По поводу меток, почему именно несколько лет? Метки в широком понимании пошли с 2013 года, если не брать те, которые по свистку работали еще в Советском Союзе. А у крупных игроков мобильного рынка они начали появляться относительно недавно. Та же Samsung выпустила метки на сколько? На полгода раньше. Но это не два года, а то, что вы обсуждаете какие-то слухи, которые были несколько лет назад, это полная ерунда. Потому что слухи на то не слухи. А когда выйдут очки Apple дополненной реальности, вы скажете, что они опоздали на... Сколько? На 9 лет? Google Glass, когда в 2012 вышли первое? В 2012 проверил. По поводу геометок мы еще остановимся в отдельном полноформатном обзоре. Там есть что обсудить. Макбуки, на которых тупо невозможно поиграть в любую игру. Тот же Half-Life 2 не могу запустить и так далее. Но тут уже вопрос, какой у вас макбук есть. Я, конечно, Half-Life на макбуке не запускал, но я прошел Alex на iMac 2020 года, который тянет очень многие игрушки в достойном качестве и разрешении. Там Doom Eternal в 5К разрешение на средних настройках спокойно выдает 60 FPS. Аликс же я прошел на максимально возможных настройках, которые предоставляла игра для соответствующего железа. Но опять же, это не игровая машина. И тут можно бесконечно обвинять какую-то компанию или защищать ее. Но какой в этом смысл? Если вам не нравится продукция этой компании, вы просто идете к конкуренту и приобретаете их продукцию. Иногда даже новые модели айфонов не радуют не только меня, но и многих из нас. Вопрос такой. Как долго продержится яблоко на вершине горы? Ведь люди с каждым годом созревают, снимают розовые очки и осознают, что есть варианты получше. Ну, начнем с того, что варианты есть всегда. По поводу того, что яблоко на вершине горы в чем? Среди компьютеров Windows компьютеры занимает 95% рынка. Среди смартфонов Apple по статистике продаж на 2020 год заняла только четвертую строчку. Она не на вершине горы. И мне кажется, что она сильно-то и не стремится, потому что Apple не выпускает устройства, как сказать, масс-маркет это, наверное, не сильно будет правильно, потому что это все-таки как раз-таки масс-маркет устройства, Mac Pro не масс-маркет устройства, но Apple выпускает технику в своем сегменте, она не выпускает бюджетки, благодаря которым можно заполнить рынок. По поводу того, как скоро загнется Apple, Apple не Nokia, которая выпускала миллионы трубок и никогда не фокусировалась на конкретных сегментах, допиливая продукт до идеала. Apple выпускает совершенно разные девайсы, закрывая разные ниши и устраняя потихонечку конкурентов. Как бы Apple была не против монополии, мы наблюдаем тот процесс, что она потихонечку внедряет те или иные технологии, которые уже есть на рынке, допиливает их, тем самым вытесняя конкурирующие продукты, как, например, с теми же метками. Да, Apple предоставила сторонним разработчикам меток, сторонним производителям возможность интегрироваться в экосистему Apple и получить доступ к сети из всех устройств Apple, для того, чтобы метки легко находились. Но опять же, кто будет покупать через год другой метки Tile, когда есть метки Apple, которые великолепно работают с iOS-устройством? Это то же самое, как с наушниками AirPods. Многие покупают AirPods, потому что они просто удобнее, они звучат хуже, но они удобнее, чем другие наушники, которые не имеют чипов H1 или W1. Так что я лично не вижу ни одного повода, почему эта компания скоро должна умереть. И когда там начнется у нее закат. Дальше был просто километр залайканных вопросов, которые касаются грядущих продуктов, которые покажут буквально через неделю, там, что будет в новых iOS, iPadOS и прочих операционках, какие продукты выкатит компания Apple. И был очень четкий комментарий от Артема. Перестаньте задавать глупые вопросы из разряда, а что нас ждет, а будет ли это, а что там произойдет с N. Вадим не работник Apple, не родственник Тима Кука и даже не бабка с вашего села. Я абсолютно согласен с этим комментарием. Если есть какие-то конкретные слухи и утечки, продукт выйдет не скоро, можно все это дело собрать, скомпоновать, найти плюс-минус достоверные источники, которые меньше всего ошибались, и сделать из этого какой-то видеоролик. Но когда до презентации остается одна неделя, что толку там гадать? Все уже есть. Осталось просто подождать и увидеть. Вадим, ты говорил, что стоит обновляться на все операционные системы, прошивки, которые официально выходят на устройство. Но бытует мнение, чтобы телефон не стал тыквать, не стоит его обновлять после определенного времени, используя условно год перед выходом нового поколения устройств. Как ты относишься к этому и что посоветуешь? Я лично обновляю все свои устройства на самую последнюю версию операционки. Оно понятно. Я тестирую, рассказываю о новых функциях и передаю свой опыт использования. Что касается старых устройств, у меня есть и iPhone 7, и iPhone 10, которые обновлены на самую последнюю версию операционки. В принципе, чувствую себя прекрасно, особенно после выхода. Что iOS 12, что iOS 13, где Apple сделал упор на производительность. Вообще, есть такой канал, iAppleBytes, по-моему, называется. iAppleBytes, да. Где вы можете посмотреть, как работают последние версии операционки на разных устройствах, какая скорость работы плюс. Там у парня, наверное, весь спектр самых последних iPhone'ов за последние 5 лет, и он периодически сравнивает, как там жил iPhone, допустим, 7, на той прошивке, на которой он вышел, и как он живет сейчас на последней версии операционки. И нередко бывает так, что сейчас устройства работают даже немножечко и быстрее. Так что это вопрос такой, очень сильно зависящий от версии операционки и от устройства, на которое вы ее накатываете. Ну, вообще рекомендую подписаться вот на такого рода каналы, чтобы отслеживать, как там все происходит, а потом уже принимать решение, обновляться или нет. Насколько тяжело будет переходить на Android после 8 лет использования iOS? Хочу перейти с iPhone'а на Galaxy Note, уже очень нужна камера с зумом и стилус. Кажется, прикольной фичей. Но 8 лет назад я от Android'а был не в восторге. Боюсь повтора. Могу сказать, что сейчас, что операционная система Android, что iOS, они предельно схожи. Apple стабильно увеличивает количество функций в их операционке, а Android стабильно начинает ограничивать в функциональных возможностях свою операционку из-за различных законов, как, например, запись разговоров. Теперь на многих трубках это нельзя сделать без там рут-прав, а эти рут-права уже довольно-таки тяжело получить. В общем, тут зависит от устройства. Я лично постоянно пользуюсь то техникой Apple, iOS-смартфонами, то Android-смартфонами. По крайней мере, в топовом и в среднем сегменте, да даже бюджетка у меня есть Realme C15, я разницы особой не вижу. Именно в функциональных возможностях, в использовании софта тут особо-то никаких проблем нет. И переезд не составляет никакого труда. Я вообще это регулярно делаю. Да, нужно будет отказаться от каких-то родных сервисов Apple, но именно поэтому я сейчас изначально стараюсь не печатать все сугубо в заметках. Например, рабочие вопросы решать именно в текстовом процессоре от компании Google онлайн. Google документы или таблицы онлайновские. А что касается, допустим, менеджеров задач, я пользуюсь Microsoft ToDo, которая, опять же, имеет кросс-платформу. И, в принципе, все. Ну, с хранилищем, да, тут от iCloud особо далеко не отойдешь. Но тут уже не проблема перекинуть файлы. Тут очень длинный текст. В общем, покупать ли SE 2020 года или ждать, когда 12 mini подешевеет. Я могу сказать, что после выхода 12 mini я вообще не вижу смысла в приобретении iPhone SE 2020 года. По сути, это компактный смартфон, который еще компактнее, чем SE 2020. При этом в нем нет кнопки, при этом матрица занимает практически всю лицевую панель. И это устройство совершенно нового поколения. То есть, ну, это устройство с челкой. Так что я бы подождал, поднособирал и купил 12 mini. Вы очень сильно удивитесь. Это прям качественный переход на свайповое управление. Но, опять же, стоит вопрос цены. Какое дальнейшее развитие может быть у iPad'ов? Это очень хороший вопрос, ответа на которого нет ни у кого. И мне даже кажется, что у компании Apple. У компании Apple есть один костыль, такого они придерживаются. Такой маркетинговый костыль. Они не хотят, чтобы их устройства занимались каннибализмом. То есть, уничтожали другие устройства из других линеек. Вот в iPad с M1 особенно уже давным-давно можно пихнуть macOS, оптимизировав его под сенсорные экраны. Но Apple этого не делает, потому что знает, что в таком случае может умереть MacBook Air. И придется как-то разъединять эти линейки. То есть, Apple всячески делает так, чтобы одна линейка не поглощала другую. Чтобы определенные функции были только на определенных устройствах. Чтобы не было одного универсального девайса. Но благодаря этому каждый девайс работает отлично. И в нем нет таких компромиссов, как например в Microsoft Surface, куда засунули десктопную ось, заточенную под курсор. И она работает, ну мягко говоря, так себе. На сенсорном экране. Это не так удобно, как пользоваться мышкой и клавиатурой. Ну и конечно же, руководство компании Apple несколько лет назад сказали, что они не собираются объединять iPadOS и macOS, хотя все к этому и идет. Посмотрим, что покажем на WWDC и будут ли выкатываться полноценные программы для macOS именно на iPad. Из той линейки, которую производит Apple. То есть, это Final Cut, Logic, Xcode. Прям очень сильно хотелось бы многим программистам. Увидим. Это и будет то самое сближение и развитие, которого ждут люди от iPad. Чтобы они наконец-то перестали быть прикроватными устройствами и стали девайсами для работы. Сенсорными девайсами для работы. Когда в iPhone появится технология подэкранной камеры? Стоит ли ее ждать в этом году или в следующем? В этом и следующем году однозначно не стоит, потому что попросту нет нормально адекватной фронтальной камеры, которая расположена под экраном вообще. В принципе, ее не существует. Я бы сказал, что многие фронтальные камеры классического типа, они не дотягивают до того уровня хотя бы основного модуля камеры. И к ним у меня очень много претензий, не говоря уже про подэкранные, которые вообще далеки от этого. Как думаешь, имеет ли смысл покупать Apple Pencil первого поколения, если не художник? Насколько нужная вещь и задача введения конспектов есть клавиатура? По себе могу сказать, что если вы не рисуете или не используете карандаш Apple в учебе, то есть для построения графиков, например, для каких-то там важных зарисовок, скетчей, то просто в операционной системе стилус это не очень-то и нужная вещь. Ну, максимум еще можно, наверное, для какого-нибудь монтажа на iPad, но компьютер сильно лучше в этом плане и иногда проще просто подключить мышку. Так что я лично для себя супер какое-то такое важное применение стилуса не нашел. И считаю, что многие тоже не найдут, кто конкретно не будут его использовать для специфических задач вроде рисования. В любом случае, помимо Apple Pencil, есть и стилусы других производителей, которые отлично работают на iPad. По-моему, Canyon есть, он там стоит в два раза дешевле. Наверное, лучше начать с него. Вадим, посоветуйте, пожалуйста, хороший аналог приложения для камеры на iPhone 12 mini, на Samsung стандартные в разы продуманнее, есть Pro режим. Есть ли что-то подобное на iOS? Ну, для фотографии, если вот мне прям надо заморочиться и сделать фотографию полностью подстраиваемым под себя, я использую Highlight. Что касается видео, то у меня есть Pro Movie, и я использую еще иногда штатное приложение DJI для гиростабилизатора Osmo, ну, потому что тогда только в таком случае все функции работают. А так, в целом, все программы, они плюс-минус одинаковые, они делают очень схожие вещи. И как бы тут уже вопрос удобства интерфейса и цены. Компьютеры. Действительно ли Pro 2015 года один из самых надежных? Хочу обновиться с Pro 2012 года, есть желание взять ноутбук без детских болячек в продолжительное использование. Слышал, что может отваливаться дискретка, она встроена, не потянет 4-коммуник. Я могу сказать так, что любое устройство, которое было последним перед редизайном, оно будет куда надежнее, чем устройство, которое только-только появилось в линейке и получило какие-то новые кардинальные решения. Это везде. Там и в автомобильной индустрии, и в любой другой. Так, Алиса, давай-ка туда слазь. Залезла она, блин. Давай сюда. Я тебя уже не достаю. Так, давай, я тебя ловлю. Иди ко мне. Иди ко мне. Поймал. Ну, зато кошка цела. Датчик улетел. Залезла, блин, королева. Выше всех надо быть, да? Все, давай, иди. Текай отсюда. Что касается продолжительного использования, тут, конечно, зависит от того, какие задачи вы преследуете. Но если есть возможность, лучше купить самый дешевый, самый базовый MacBook Air на M1. И он будет на порядок работать быстрее, чем самый топовый MacBook Pro на 15 дюймов 2015 года. В общем, Intel, все. И вот как раз таки мы ответили на второй вопрос, что лучше взять MacBook Pro 15 2015 года или MacBook Air на M1. Air справится с программированием и несложным монтажом в разу лучше. Если бы у тебя было достаточно средств, что бы ты взял, не думаю. Топовую конфигурацию Mac Pro и дисплей 6К, отказавшись от iMac'а, или же тебе достаточно мощностей iMac'а и те устройства тебе ни к чему. И чтобы ответить на этот вопрос, я достал Mac Pro 2019 года в очень хорошей конфигурации, чтобы попользоваться им нормально, а не 5 часов, как я снимал в первом взгляде. Сколько? Год назад уже? Или даже два? Наверное, год назад. 2020. 2020, да, год назад. И чтобы рассказать и ответить вам на этот вопрос. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить грядущий видеоролик. Но выйдет он не скоро. Как минимум месяц я точно должен попользоваться в качестве основной машины. А тут я еще iMac'ом на 24 дюйма занимаюсь. Так, сначала, значит, умный дом. Умный дом. Отзыв по умному дому. Добавляли ли новые датчики и сценарии использования? Пока все, как было, так и есть, потому что есть в планах поменять студию. И вот там я уже буду фундаментально пересматривать, что бы хотелось сделать. Потому что очень многие вещи попросту невозможно сделать. Роль шторы ты не повесишь, потому что нужно тянуть провода. Или, например, там камеру во многие места нельзя прицепить, потому что нужно подводить розетку. Они еще, блин, на USB все завязаны. В общем, тут нужно уже подходить с точки зрения построения изначально под нужды умного дома. Не все устройства вешаются, к сожалению, чисто по беспроводу. Здравствуйте, Вадим. При выборе системы защиты для дома от какого производителя выбрал? Акара можешь рассказать поподробнее. Тот же самый вопрос про систему умного дома. Тут, конечно, намешано. У меня две системы. Одна умного дома Акара, потому что раньше появилась поддержка HomeKit. Сейчас, по-моему, уже и в умном доме Xiaomi тоже она есть. И вторая это система безопасности. Это AJAX. К сожалению, Акара или Xiaomi или любые другие системы умного дома, они не заточены под охрану. Они не автономны. Там две сим-карты туда не вставишь. Или полностью автономного питания хотя бы на полсуток там тоже нет. Отключается электричество, отрезается интернет, и все. До свидания. Система больше не работает. Поэтому AJAX. Что касается умного дома, Акара меня полностью устраивает. Есть поддержка HomeKit. Приобретаешь HomeKit устройство, и все у вас настраивается через шторку в пункт управления. Или через фирменное приложение дом. И это дико удобно. Особенно, когда ты в экосистеме Apple. Так, разное. Пять вопросов. Поехали. Полная экосистема устройств Apple, включая сетевое оборудование Airport. Всем доволен. Вопрос. Есть ли шанс того, что Apple когда-то снова займется сетевым оборудованием, и каким маршрутизатором пользуешься ты? Я где-то читал, что Apple полностью свернула производство Airport, если не ошибаюсь, в 2018 году. И сомневаюсь, что они будут развиваться в этом направлении. Потому что я сам задумался о покупке такого устройства, чтобы было еще встроено свое домашнее сетевое хранилище. Поэтому, да, пользуюсь просто маршрутизатором кинектик. Кинектик. Какой кинектик? Блин, уже был этот вопрос. Заставляйте меня ходить. Экстра 2. Но сейчас я уже покупал бы что-нибудь с поддержкой Wi-Fi 6. Странный вопрос. Есть ли советы по тому, как заряжать правильно AirPods, чтобы износ был наименьшим? Сами по себе AirPods, как и любые другие беспроводные True Wireless наушники, сконструированы таким образом, что аккумулятор в них будет деградировать. И тут как бы идет ресурс не по аккумулятору, в кейсе. А по аккумулятору в самих наушниках он умрет значительно раньше, чем в кейсе. Поэтому, если вы сильно паритесь по этому вопросу, то, наверное, лучше вам купить наушники от компании Samsung. Там эти таблетки хотя бы можно поменять. AirPods, они не поддаются замене. Просто выбрасывайте и покупайте потом новый. Или AirPods, если кейс остался жив, или уже полный комплект. По поводу второго вопроса, AirPods Pro в режиме шумодава должны отсекать, там, наверное, процентов 70 шумов, в том числе и речь. Сколько в среднем уходит времени на ролик? Подготовка материалов, сценарий, съемки, монтаж, сколько сил и душу вкладываешь в это? Ну, если бы душу и силы не вкладывал, наверное, не снимался бы уже на протяжении пяти лет безвылазно и практически без перерывов. Потому что, ну, я от этого просто кайфую. А что касается подготовки материала, то, наверное, самый быстрый ролик я выпускал часа за три. Это, например, презентации довольно-таки быстро выходит на канале. Там час презентации или два. И, ну, через два часа после презентации обычно уже выходят ролики. А самые длинные, ну, вот, какие-нибудь кардинально новые продукты, вроде iMac 24, пять дней его делали. Или, например, первый MacBook Air на M1, тоже там тестов с съемкой практически неделя была. Такие ролики очень сильно выматывают. В отпуске последний раз был. Последний раз был в чистом таком вот отпуске, когда я прям вот взял и 20 дней отдохнул. Это было в 2015 году, до того, как я создал YouTube-канал. Все, после этого ни разу такого длинного отпуска у меня не было. Ну, там, на недельку куда-нибудь отдохнуть, это максимум. Какие игры играешь на PS4? Хотел бы ли ты перейти на Xbox? У меня тут времени на плойки нет, эксклюзивы все пройти. В данный момент прохожу Lara Croft. До этого играл в Gran Turismo. Прошел там всю вот эту обучалку. Кубки начал проходить, медальки золотые выбивать. Как-то поднадоело, сейчас подзабил. Detroit пробовал, мне не зашло. Блин, тут в квартире убираешь, тут еще в Detroit убирать надо. Got of War поставил на паузу. Вот, обязательно после Lara Croft допрохожу до конца. На этом все. Надеюсь, вам было не скучно и интересно. Встретимся через месяц, потому что весь сиюм будет супер загружен из-за WWDC и всех тех продуктов, которые там покажут. С вами был Вадим Ищенко на YouTube-канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока.